В Европарламенте обвинили Россию в искажении истории Второй мировой. В Европарламенте обвинили Россию в искажении истории Второй мировой 23-5-15 января 2020 года, обновлено. 23-8-15 января 2020 года, РИА Новости, Алексей Витвицкий, первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019 года. РИА Новости, Алексей Витвицкий. Москва, 15 Янфрия Новости Депутат Европарламента от Европейской Народной Партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю Трансляция дискуссии на тему искажения европейской истории и память о Второй мировой войне велась на сайте ЙОП Мы в Европейской Народной Партии не можем принять попытки Владимира Путина переписать историю Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм Нельзя отрицать, что пакт Молотова-Риббентропа привел к началу Второй мировой войны, заявил он 30 декабря 2019 года, 13.50 сказано в эфире политолог Польше надо набрать самужества и признать ошибки В Варшаве обвинили Владимира Путина в желании разрушить альянс Польши и США Политолог Юрий Светов в эфире радио «Спутник» прокомментировал это заявление, напомнив польским властям исторические факты Депутат от Европейской Народной Партии и экс-глава МИД Латвии Сандра Калнете назвала Сталина союзником Гитлера По ее словам, СССР якобы позволил Германии атаковать Западную Европу и оставил Великобританию один на один с войсками Вермахта При этом зампредседателя Еврокомиссии Вера Урова назвала недопустимым приравнивание СССР к нацистской Германии Нельзя забывать, что совершили советские солдаты во время Второй мировой войны, когда Германия была врагом СССР Советские солдаты понесли огромные жертвы, отметила она 30 декабря 2019 года, 23.50 В России ответили на заявление посла США о Второй мировой войне В конце декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен в МИД Польши после того, как Путин высказался о польской политике в 30-е годы прошлого века Президент назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку на вымирание и уничтожение Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала и работу экспертов, и двусторонние отношения После этого посол США в Польше Джорджет Мазбахер назвала Иосифа Сталина таким же виновником начала Второй мировой войны, как и Адольф Гитлер В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал США проверять своих дипломатов на знание истории 25 декабря 2019 года, 16.49 Почему посол Польши антисемитская сволочь?